Друзья, всем привет! Сегодня я снимаю вторую часть видео по сортам тыкв, которые я выращивала в 2018 году в Московской области. На предыдущее видео ссылка будет внизу. Итак, сегодня пойдет речь о сорте арахисовое масло и о лагинарии двух сортов. Это декоративная тыква, лебединая шея. Это мои семена, сорт хозяюшка. Арахисовое масло я выращивала в первый год. Вот такая фирма. Здесь было всего три семени и взошло из них два. Всю тыкву выращиваю я только через рассаду. Все о выращивании тыквы можно посмотреть. У меня плейлист есть «Огородный сезон 2018» или перейдите по ссылкам, которые я оставлю внизу. Отзыв о сортах тыкв оставляю только на основании личного опыта. Сразу взвешу тыкву. Самая маленькая тыква весит 1,857 г. И самая крупная тыква весит 2,900 г. О самом растении хочу сказать, что плети у растения очень длинные. Поэтому будет занимать достаточно большое пространство. Но лист при этом средний. Поздно очень зацвела. Хоть производитель здесь и пишет, что она раннеспелая. Очень долго раскачивалась. Плоды начала, наверное, завязывать с середины, а то или с конца июля. Наросло в итоге всего вот две штуки. Одну вот эту крупную я сняла кремовая была окраска плода. А эта поменьше тыква, я ее сняла, по большей части она была зеленая. Но были проблески вот такого кремового цвета. И что интересно, уже к концу августа она начала интенсивно завязывать плоды. Но пришлось их, конечно же, убрать. Они в любом случае не вызрели бы, не набрали бы массу. Ну и плети, конечно, прищепнуть. Но прищипываю плетье я всем тыквам. Производитель также пишет, что тыква, она для длительного хранения. Ну и, знаете, наглядно, конечно, видно у нее присутствует вот восковой налет. Это видно. Но самое слабое место оказалось у этого сорта, это возле плодоножки. Это место начало подгнивать. Вот видите. Конечно, тыкву я срывала вместе с плодоножкой. Вот плодоножка от этой тыквы. Она просто отвалилась, так как начала подгнивать. Но на других сортах такого у меня не происходит. Когда это начало происходить с этой тыквой, я, конечно, зашла на отзывы об этой тыкве, об этом сорте. Или почитать, что не так. Может быть, это только у меня начали подгнивать возле плодоножки. Так вот, такое происходит не только у меня одной. На второй тыкве такого пока нет. Сорт этой тыквы я еще не резала, не пробовала. Конечно, разрежу эту большую тыкву, посмотрим. Попробую сделать сок. Возможно, я ее запеку в духовке кусочками. Или с овощами приготовлю. В общем, посмотреть нужно, как она себя поведет при приготовлении. Ну, а теперь самое интересное, что же внутри этой тыквы. Кожура тоже очень плотная. Просто так не разрежешь. Вот такой цвет мякоти у этого сорта. Я не знаю, насколько правильно передает цвет камера, но цвет мне очень понравился. Он желто-оранжевый, переходящий в оранжевый цвет. Очень красивый цвет мякоти. Еще, когда я только-только разрезала тыкву, ее раскрыла, то появился запах, знаете, ну, с чем можно сравнить? Это такой освежающий, морозно-тыквенный запах. Как бы это не смешно звучало, но редко как пахнет какой-либо сорт другой. Ну, аромат очень вкусный. Может быть, знаете, даже немножко чувствуется аромат дынного с тыквенным ароматом. Ну, что-то вот такое. Но пахнет просто изумительно. Так, еще не показалось, что мякоть занимает всю верхнюю часть от плодоножки, и семена располагаются в утолщении. Семенная ямка небольшая, семян не очень-то и много. Здесь прям очень-очень мало. На разрезе сразу выделяется тыквенный сок, то есть она не сухая. Так, ну, сейчас самое главное – это вкус попробовать. Я уже сказала, что я ее ни разу не пробовала, не готовила. Вот, буду с вами сейчас это делать. Что хочу сказать. Вкус просто великолепный. Вы можете мне сейчас не поверить, но это очень вкусная тыква. Она сладкая. Очень вкусная. Прям, ну, реальный сахар, сладость. Вообще. Я прям еще один кусочек отрежу. Распробовать. Мякоть плотная, в меру сочная. Она вообще даже ни капельки не сухая. Я думаю, что при разморозке будет выделяться небольшое количество сока тыквенного. Мякоть изумительно сладкая. Так, а что пишет у нас вообще производитель насчет вкуса? Значит, пишет, что мякоть плотная, хрустящая, с мускатным ароматом. Великолепно подходит так. Для деятельного хранения и в домашней кулинарии. Ну, здесь он просто написал, что хрустящая, с мускатным ароматом. Так, ну и все. Для диетического питания и все такое. С мускатным согласна. И что производитель почему-то не написал, что она очень сладкая. Это действительно так. Вкус реально вкусный. Вообще. Я думаю, что она идеально подойдет для сладких блюд, для запекания кусками, вот именно в духовке, кусочками крупными. Я не знаю, конечно, как она пойдет, ли для цукатов или нет. Будет ли она разваливаться при приготовлении цукатов. Потому что не каждая тыква для цукатов подходит. Я не знаю. Но если она подойдет для цукатов, это будет идеальный вариант. Потому что по вкусу, вот этому мускатному, и по сладости, она бы идеально подошла бы для этого. Как вы знаете из предыдущих видео, что я люблю ставить вкусовые баллы по пятибалльной шкале. Так вот, я этой тыкве по вкусу ставлю 4,8. Действительно, очень ароматная и очень вкусная тыква. Хочу подвести итог. Это сорт арахисового масла. Хочу сказать, чем она мне понравилась. Это, прежде всего, вкус. Действительно, очень вкусная тыква. Это небольшой размер порционный. Как пишет производитель, достигает до 4 кг. У меня они, конечно, меньше. Я не знаю, можно отнести это к недостатку или к положительному факту, но она, конечно, длинноплетистая, занимает очень много места. К недостатку могу отнести, что она очень долго завязывает плоды. Может завязать и в конце июля. Поэтому надо к этому быть готовым. И если уже она завязала поздно плоды, надо оставлять максимум на одной плете 1 или 2 плода. Все остальное обрывать и плети прищипывать. Вот так. Ну, у нас центральная часть России, поэтому мускатные сорта, конечно, будут расти плоховато. Но если вырастить даже 1-2 плода на одной плете, это уже будет замечательно. Да, еще одна важная неприятность, конечно, это загнивание возле плодоножки. Я не знаю, с чем это связано. Производитель, конечно, пишет, что это для длительного хранения, но почему так произошло, я не знаю. Видео до конца досмотрите. Я по скриптам. В конце видео хочу вставить небольшую нарезку роликов, что можно из этой тыквы приготовить и какова она уже в приготовлении. В этом видео еще хочу упомянуть о лагинарии. Отдельное видео для нее снимать ни к чему, поэтому вот чуть-чуть хочу рассказать. Выращивала в этом году такой сорт, как лебединая шея. Я уже не помню, сколько было там семян. И лагинария хозяюшка. Это уже мои семена. Лагинарию выращиваю каждый год для декоративных целей. Я ее для еды не выращиваю. Вот наросли две вот такие лебединые шеи. Это маленькая. И самая крупная и большая это вот эта. Вот такая она громедная. Когда я ее сняла, она весила 4,5 килограмм. Сейчас она весит 3,2. Она усыхает, конечно. Конечно, уже к концу февраля или к марту она уже должна вся высохнуть внутри и стать полой. И вот выросла из моих семян всего лишь одна. Но были еще мелкие. Я их уже это всю мелкотню выбросила. Вот одна такая тыковка. Но не стала ее выбрасывать. Вообще, самая маленькая лагинария, вот такая хозяюшка, вот эта из моих семян, уже обработанная, вскрыта лаком. Это самая маленькая, которая у меня вырастала. А так я уже изделия уже все раздала, продала. Лагинарию я высаживаю рассадой. Все видео есть на канале. Можно будет зайти посмотреть в открытом грунте. Кстати, в этом году пробовала выращивать люфу. В открытом грунте не получается. В центральной части России в открытом грунте люфа не вызревает. Это уже точно. Она у меня выросла примерно на две фаланги пальцев. И все. То есть, и сеять, если ее выращивать, только пробовать в теплице. Я сегодня постаралась и рассказала вам, и показала такой сорт тыквы, как арахисовое масло. И упомянула о декоративной тыкве. Это лагинария. Двух сортов. У меня еще осталось разобрать два сорта тыквы. Но это уже будет следующее видео. Если вам было интересно или вы выращивали эти сорта, пишите свои отзывы. А вам всего самого хорошего. Пока! Начала чистить тыкву. Посмотрите, какая маленькая семенная камера. Но при этом и мало семян. Вот это количество с одной большой тыквы. Семена, которые можно оставить для разведения, здесь максимум 6-10 штук. Тыква очень легко чистится. Не вызывает никаких затруднений. Тыкву хочу попробовать приготовить с овощами и с мясом в горшочках. Еще хочу отметить, что когда нарезаешь тыкву, то ощущается маслянистая структура. Очень приятно. Конечно же, чтобы понять вкус тыквы, нужно приготовить свежевыжатый сок. Невероятно вкусный сок. Здесь как будто 2 ложки сахара. Очень сладкий. Но единственное, хочу сказать, что тыква не очень сочная. То есть много соков вы с такой тыквы не получите. Тыкву хочу запечь в духовке. Порезала на небольшие кусочки порционные. Кожуру я не очищала. Сейчас смажу простым оливковым маслом. Слегка. С двух сторон. Ни сахаром, ни какими пряными специями я посыпать тыкву не буду. И запеку в духовке.